Сипович Михаил Иванович, Герой Советского Союза, командир батальона 355-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, старший лейтенант. Родился 28 сентября 1908 года в деревне Колпино, ныне Великолугского района Псковской области. В Красной армии с 1931 года. Участник Советско-финляндской войны. В начале февраля 1940 года веренный ему батальон в течение трех суток удерживал занятый рубеж, отбил многочисленные контратаки врага. Именно батальон Сиповича с боем взял знаменитый миллионный дот линии Маннергейма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года старшему лейтенанту Сиповичу Михаилу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года Сиповича назначили командиром полка. Со своим полком зимой 1942 года в наступлении на Юго-Западном фронте с боями прошел 700 километров от Воронежа до предместий Полтавы. Участвовал в оборонительных боях под Харьковом. Также Сипович руководил отражением грандиозного танкового наступления предпринятыми немецкими войсками на Дону в районе села Неведомый колодезь на подступах к Воронежу. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировании Днепра, боях на правобережной Украине и Польше. Дослужился до звания генерал-майор. Войну закончил в Чехословакии. После войны продолжал службу в Советской армии. Жил в городе Герой Москве. Скончался 4 января 1983 года. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны второй степени, трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова